Очень скользко и невозможно пройти, так реагируют родители на вход в детский центр «Натуралист». В чем проблема разбиралась наша съемочная группа. К нам обратилась инициативная группа родителей, чьи дети ходят в детский центр «Натуралист». На территории детского центра, близ лежащего дома, гололед и большие ямы. Невозможно ходить, особенно в темное время суток. Жалобы от родителей и бабушек поступают директору детского центра. А проблема в ливневом стоке. Вода стекает от дома по адресу строителей 33А, по горе. Придумывая территорию дома около входа в детский центр «Натуралист» выглядит плачевно. Нам показали письмо от управляющей компании «Микрорайон», где прописано, что работы выполнены по прочистке канализационного стока около ограждения. А вот прочистку канализации на вышестоящей территории, то есть около дома строителей 33А, должна осуществлять администрация города. И данные работы запланированы на 2019 год. Работа выполнена, но вот что мы видим. Вода протекает мимо, заполняя территорию как около детского центра, так и внутри. Для того, чтобы дойти до входа и не упасть, приходится прилагать усилия. Жалуются на то, что вход весь во льду, и невозможно пройти очень скользко. Мы пробовали тут и посыпать песком, но он тут же смывается, потому что непрерывный поток воды сразу же исправляет всю ситуацию. Во второй половине дня большое посещение детей, младших школьников и дошкольников. Нам показали лестницу, по которой родители водят своих детей. По лестнице стекает ручей, который превращается в каток. Эта проблема уже, конечно, уже более 10 лет. Каждый год мы пишем письма, обращаемся. Хотелось бы, конечно, чтобы эта проблема была решена, потому что это, во-первых, безопасность, в первую очередь, детей, ну и также посетителей, ну и работников наших. Вода стекает сверху по территории натуралиста, захватывает ход в здание, въезд в детский центр, придомовую территорию дома строителей 33А, спуск лестницы до дома строителей 29. Не только жителям домов, но и тем, кто занимается в детском центре, трудно пройти. Но и спецтехники, например, пожарным или скорой будет проблематично проехать по такому гололеду. Хотелось бы, чтобы ситуация, наконец, разрешилась. Яна Кубрышко, Игорь Демьяненко, телеканал Амурск. Редактор субтитров А.Семкин